всем здравствуйте вы на канале модные практики и с вами я татьяна сегодня мы продолжаем работу над юбкой для каролины юбка у нас напомню с бантовыми складками на кокетке ткань джинс и сегодня мы с вами раскроим юбку соберем и сделаем примерку на каролине на прошлом видео когда мы моделировали юбку я вам не показала карман сегодня думаю что еще не поздно складываем лист кальки пополам прикладываю лекало кокетки и обвожу линию талии линия бока и вход в карман повторила линии теперь рисуем 3 сантиметра откладываем от входа в карман и глубина кармана у меня будет 11 сантиметров нарисовали мешковину теперь вырезаем линия низа мешковины может быть прямоугольная может быть закругленным краем здесь уже на ваш вкус обвели и теперь нам нужно обвести еще раз вот эту вот деталь это у нас будет деталь выполнена из джинсовой ткани сама мешковина у нас будет выполнена из красивого хлопка в клеточку контрастного цвета это подзор подписываю джинс теперь вырезаю ход в карман смотрим эта деталь у нас мешковина мешковина две детали две детали и еще две детали из мешковины то есть получается вот такие у нас с вами детали кармана ну а теперь смотрим на раскладку ткани у меня 97 сантиметров для такой юбки нужно две длины плюс длина кокетки длина пояса ну и на подгибку на припуске прибавьте еще сантиметров 10 заднее полотнище юбки со сгибом передняя полотнище юбки где у нас бантовая складка тоже со сгибом задняя кокетка со сгибом две детали у нас идут передняя кокетка две детали у нас будут выполнены из джинса мы сейчас расположим где-то вот эта часть у нас уходит на пояс пояс выкраивается долевая у нас вот таким образом расположена все он у нас не по долевой будет а по поперечной ну и приступаем обмеловки детали припуск у нас по низу изделия будет два сантиметра припуск по боку один сантиметр по линии соединения с кокеткой один сантиметр переднее полотнище юбки мы выкраиваем также у нас один сантиметр идет по линии притачивания с кокеткой ну и смотрите вы вот эти вот линии вы должны перенести обязательно это линия наших складок по низу и по верху то же самое но переднем полотнище юбки вот идут у вас линия вот притачивания с кокеткой вот такими зигзагами вы также должны и выкрасть линия соединения с кокеткой кокетки с юбкой один сантиметр по боку кокетки я прибавлю полтора сантиметра и один сантиметр по линии талии прямой угол смотрю нахожу с 90 градусов что было прикладываем даже чуть дальше сюда наверно расположим здесь мы вот эту деталь и у нас на пояс длина обхват талии у нас получается 62 плюс по 12 сантиметров нам нужно взять на пояс ширина пояса у нас в готовом виде будет 5 сантиметров пояс выкраиваю со сгибом 2 сантиметра припуск 32 36 достаточно кокетку можно сделать здесь у нас идет долевая нить то есть 90 градусов точно центр нам нужно кокетки выставить долевую нить долевая нить на лекалах можно вырезать вход в карман и обводим один сантиметр линия талии один сантиметр сантиметр 07 вход в карман полтора сантиметра боковой шов и на гульфик я оставлю 3 сантиметра сантиметр линия притачивания здесь мы выкраем ремень ремень будет выкраиваться у нас подолевой ширина ремня у нас будет 5 сантиметров в готовом виде то есть нам нужно тоже отложить 12 сантиметров полосу выкроить 12 сантиметров и 90 сколько у нас тут 7 сантиметров я думаю этого будет достаточно для ремня вырезаем ставим рассечки небольшие рассечки я ставлю по низу изделия по линии талии один сантиметр бок полтора а по низу без припуска эта деталь у нас будет обрабатываться оверлоком вот этот низ оверлоком и настрачиваться на мешковину кармана ну и остается ремень убираем кромку складываем пополам отмечаем 12 сантиметров тема и линия ремень пояс и шлевки шлевки у нас получаются 2 сантиметра шириной вырезаем полосу 2 сантиметра шириной полосу подолевой это у нас долевая нить вдоль кромки и длина шлевок у нас будет в готовом виде 6 сантиметров ну и на припуске сантиметров 9 я думаю что можно оставить на шлевку 9 сантиметров нам нужно 4 шлевки 9 как раз у нас полоса получается на 4 шлевки и остается у нас мешковина кармана долевая нить нас проходит один сантиметр мы оставляем линия талии бог полтора сантиметра и припуск по низу один сантиметр полтора сантиметра бок и сантиметр у линии входа в карман сравниваем припуски линия талии совмещается бок у нас должен совместиться линию низа можно подровнять крой юбки готов у нас переднее полотнище юбки складка кокетка заднее полотнище юбки кокетка две мешковины кармана и подзор для кармана за камера я собираю и встречаемся с вами на примерке так примерку мы подготовили юбка на каролине поправки я бы за узел а немножко еще бедро повернись каролин пожалуйста ко мне ну и соответственно уйдет на нет и складки немножечко тоже мы распределим более ровней чтобы добиться уже одинакового результата повернись спинкой бок и перед на два сантиметра мы подвернем вниз и добьемся длины который желает каролина еще немножечко покрутить и все на этом мы прощаемся с вами была каролина татьяна и вся наша дружная команда до новых встреч